В детстве меня бабушка учила, если начинаешь есть кусочек хлеба, доешь его до конца. Это в ней говорила голодная военная юность. И до конца жизни ее не оставляло то щемящее тревожное чувство, чувство голода, когда ешь и, кажется, не можешь насытиться. Чувство так знакомое любому человеку, который пережил голод и войну. Не кормили. Траву накосят, тоже пленник. Котел и костяной мыкой еще приправят, а еще это хуже. Семену Алексеевичу Арнаутову было шесть, когда немцы пришли в их деревню, а потом погнали всех неизвестно куда. Освободили их только летом 43-го, во время Курской битвы. Помню, когда нас освободили, солдат красноармяец дал мне сухари. Черного хлеба. Но он мне показался белым хлебом. И я долго его берег. Сегодня на самом деле событие, которое связывает всех нас с теми ужасными моментами в нашей жизни и в жизни детей. Потому что те данные, которые мы сейчас услышали статистически, они говорят лишь в одном, что каждый пятый в тех событиях был ребенок. Я хочу вам выразить слова благодарности от имени главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова за то, что вы делаете и сегодня, в повседневной жизни, многое. Мы выражаем сегодня благодарность нашим уважаемым ветеранам за тот опыт, те традиции, которые вы передаете молодому поколению. Спасибо вам за вашу патриотическую работу, которую вы проводите в наших муниципальных образовательных учреждениях. Мы являемся на сегодняшний день последними свидетелями тех страшных событий, что творил фашизм во время войны на нашей земле. И не только свидетелями. Большинство из нас непосредственно перенесли невыносимые испытания. Одному Богу известно, как мы выжили. К памятнику бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей пришло много людей. В глазах каждого неравнодушие к памяти о тех суровых годах. Конечно, память. Ну и детям своим рассказать, которые сейчас правда в школе. Потому что дедушки с бабушками уже, к сожалению, ушли. Они воевали, они были взрослыми. Последнее поколение это детей, кто может сказать, что и как было на самом деле. Сейчас пытаются все переписать, сказать, как не было на самом деле. Здесь истина, здесь правда. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова